ВИЧ-инфекция 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 После попадания вируса в кровь человека начинается первая стадия ВИЧ-инфекции, инкубационный период. Он длится от двух недель до одного года. В этот момент идет активное размножение ВИЧ в лимфоцитах. Однако клинических проявлений болезни еще нет. И антитела в крови при лабораторном исследовании не выявляются. Антитела к вирусу вырабатываются в среднем в течение от трех до шести месяцев после заражения. Время, когда ВИЧ в организме уже есть, а антитела не выработаны в достаточном количестве для их обнаружения, называется периодом окна. Поэтому при угрозе инфицирования необходимо пройти обследование несколько раз. Непосредственно после опасной ситуации, через полтора месяца, затем три, шесть и двенадцать месяцев. Вирус передается в основном только тремя путями. Это первый путь парентеральный при контакте с любой биологической жидкостью, которая может содержать вирус. Чаще всего это кровь. И следующий путь передачи вируса это половой, также контакт с биологической жидкостью, здесь сперма и вагинальный секрет. И третий путь это период родов, грудное вскармливание. Здесь уже контакт с родовыми путями и грудное молоко, также биологическая жидкость, которая содержит вирус. Поэтому при контакте с инфицированной биологической жидкостью можно инфицироваться. И для того, чтобы этого не произошло, нужно просто предотвращать эти все возможности. Другими путями, при объятиях, при поцелуях, при контакте со слезой, слюной, потом и каких-либо других контактах, которые могут быть между людьми, вирус не передается. Симптомы ВИЧ-инфекции проявляются не сразу, однако даже их наличие не сможет дать точного ответа на вопрос об инфицировании. Первые признаки болезни появляются в течение первых трех месяцев после заражения. К наиболее распространенным и типичным признакам ВИЧ относятся потеря веса, снижение мышечной массы, а на более поздних этапах даже дистрофия, постоянные простудные заболевания и сильные головные боли. Стоит отметить, что несмотря на появление в организме вируса, его сопутствующие симптомы присущи многим другим болезням. И отличить вирус иммунодефицита от обычной простуды без анализа крови невозможно. Симптомы ВИЧ-инфекции, они ничем не отличаются каким-то разнообразием. Первые симптомы, когда первый этап ВИЧ-инфекции, он протекает как ОРВИ. Просто может быть недомогание, какой-то насморк, как вирусная инфекция обычно протекает. Потом она исчезает, эти симптомы. И далее уже через несколько лет могут проявиться симптомы уже того заболевания, с которым будет ВИЧ-инфекция ассоциировать, то есть к которому он присоединится. В нашей полосе, в нашей зоне, в нашей республике в основном это инфекция, связанная с туберкулезом, может быть сальмонолиоз, может быть пневмония. То есть это такие инфекции, которые здесь и так их много, поэтому и ВИЧ-инфекция прикрепляется к ним. Основным источником заражения ВИЧ-инфекции являются половые контакты с инфицированными людьми. Именно поэтому один из самых распространенных и важных методов профилактики – это использование контрацепции. Также существуют методы борьбы с ВИЧ-инфекцией, прием противовирусных препаратов, которые могут снизить риск заражения до 90%. Однако здесь не все так просто. Прием специальных препаратов должен проходить строго под присмотром врача. В противном случае их неправильное использование может привести к развитию резистентности к их действию и увеличению риска заражения в несколько раз. Вопреки расхожему мнению, вирус иммунодефицита не передается через рукопожатие и прикосновение. А значит, не стоит бояться здороваться и общаться с людьми, которые инфицированы ВИЧ. Зная пути передачи, можно минимизировать риски. Первый – это у нас парентеральный контакт, это исключить контакт с кровью инфицированного человека. То есть, если это люди, употребляющие инъекционные наркотики, или какие еще могут у нас быть контакты с кровью, это чаще всего медработники. То есть, естественно, это стерильные инструментарии, это одноразовые перчатки и такие меры предосторожности. Второй путь, который есть, это половой. И мы рекомендуем, естественно, барьерные методы профилактики. Это презерватив, который доступен всегда. И при регулярном использовании, то, в принципе, риски также снижаются. И третий путь – это от матери к ребенку. Здесь уже мы общими усилиями работаем над этой ситуацией. Работаем хорошо, успешно, детки рождаются здоровыми. И при правильном подходе, при соблюдении всех этапов химиопрофилактики, то есть это период беременности, период родов, и профилактика ребенка, которая назначается сроком на 4 недели, дети рождаются здоровыми. И этот путь мы предотвращаем полностью. Существует много мест, где вы можете пройти тест на ВИИ. В поликлинике, в кабинете частного врача, больницах, клиниках планирования семьи и в местах, специально отведенных для тестирования. Своевременное обращение к врачу может сэкономить много времени и сил, а также увеличить шансы на мягкое течение болезни и назначение своевременного лечения. Диагностика – это широкий круг людей, скрининговый, так сказать, обследуется иммунофлюоресцентным анализом, ИФА, так сказать, называется. Его можно сделать и по собственному желанию в любой поликлинике, придя в спид-центр, можно сдать анализ. При поступлении в стационар, например, если по скорой помощи человек поступает, и есть подозрения, могут быть экспресс-методы сделаны. И если уже экспресс или ИФА скрининговый тест дает положительный, но это ничего не значит, диагноз не ставится по этому анализу, уже делается иммуноблотинг. Вот уже по иммуноблотингу, ПЦР на ВИЧ уже дает основания, чтобы поставить диагноз. Интенсивность вируса пока не позволяет создать вакцину, однако благодаря современным методам многие считают, что ВИЧ-инфекция купируется и подвергается пожизненному медикаментозному сопровождению, что позволяет свести к нулю возможность передачи. Препараты резко ограничивают размножение вирусов в крови и сохраняют иммунную систему человека от полного разрушения. В результате средняя продолжительность жизни больного такая же, как и здорового, при сохранении полноценного образа жизни. При этом можно вступать в брак и рожать детей. Главное – полностью соблюдать схему лечения. Перспективы лечения ВИЧ-инфицированных имеют положительную динамику. Ведутся разработки препаратов длительного действия, принимать которые человек сможет раз в неделю, месяц или реже, что поможет еще больше повысить качество жизни. Полностью вылечено, пока таких случаев неизвестно. Но те пациенты, которые принимают регулярно препараты специальные, у них прекращается размножение вируса. То есть у него уже остается та нагрузка, которая имеется до лечения. И вот он с этой нагрузкой уже живет, вполне нормально функционирует. Заводят семью, рожают. И 20, 30, 40 лет спокойно живут, если регулярно, правильно принимать препараты. Тем не менее, хочется верить, что, как и в случае с другими заболеваниями, которые еще недавно считались неизлечимыми, например, вирусные гепатиты ВИЧ-инфекция рано или поздно будет побеждена. И люди, которые сегодня постоянно принимают антиретровирусные препараты, смогут перестать бояться за то, что их ждет в будущем и жить обычной жизнью.